И, конечно же, с вашего позволения, господин посол, уважаемые депутаты, уважаемые старшие общественные дети. В первую очередь хотел бы поблагодарить всех вас. Наконец-то состоялась эта встреча. Мы с нетерпением ждали этого. Конечно, если не ситуация в мире, связанная с ковидом, мы бы проводили различные мероприятия и встречи. Я безумно рад, что нахожусь дома, в родном, солнечном Азербайджане. Горские евреи, выходцы из Азербайджана, всегда тоскуют по родине. И с трепетом и уважением относятся к Азербайджану и азербайджанскому народу. Мы должны чаще проводить такие встречи не только в родном городе, но и в других странах, лоббируя интересы нашей страны и народа. Межконфессиональный диалог – это важнейшая и точечная тема, которая не имеет сроков давности. Благодаря таким встречам мы наводим некие мосты между членами разных конфессий, молодым и взрослым поколениям, чтобы весь багаж знания, которое копились веками, не исчезло во времени истории, а передавалось молодому поколению. Ответственность за мир и безопасность всех народов всегда лежит на религиозных и общественных лидерах. Пройдя вместе с братским народом Азербайджана этот путь в почти 30 лет, мы пережили многое. И, наконец, спустя долгое время Нагорный Карабах возвратился домой. Благодаря победоносной армии Азербайджана, храбрым сыновьям своего народа и, конечно же, мудрым решением главнокомандующего, господина Ирхама Алиева. Для мирового сообщества давно не секрет, что на протяжении этого времени, в данной войне, являясь гражданами Азербайджана, участвовали также и горские евреи. И имена тех, кто уже никогда не вернется больше домой, написаны золотыми буквами не только в истории Азербайджана и еврейского народа, но и в сердцах миллионов других людей. В период этой войны, 44 дня, мы совместно с другими организациями проводили разные мероприятия и акции в поддержку нашей Родины, чтобы историческая справедливость восторжествовала. Старались доносить реальную историю Азербайджана и Нагорного Карабаха. И такие акции, проводимые нами, проводили и другие наши партнеры во многих странах и городах. И только в такие моменты мы все понимаем, что сила действительно только в единстве. Но на этом фоне отдавались голоса людей, которым эта дружба не нравилась и не нравится по сей день. Наравне с этим и поднимается уровень антисемитизма в мире. Хочу заметить, что в этом году мы проводили первое такое мероприятие на тему «Уроки истории героев современной молодежи в предотвращении преступлений против человечности», посвященное памяти жертвам Холокоста и Ходжалу. Лично по инициативе вице-президента фонда Кейдара Алиева, председателя Азербайджанского молодежного объединения России Лейла Хамов Алиевой. Хочу поблагодарить ее и ответственного секретаря Джейхуна Гусейнова от себя лично и от имени молодежной диаспоры горских евреев за вклад в популяризацию в мировом сообществе столь актуальной и важной проблемы, как преступление против человечности. Сегодняшняя встреча, можно сказать, что это продолжение той самой темы, о которой никогда нельзя молчать. Пользуясь случаем, хотел бы указать на актуальность, подчеркиваю, посещения освобожденных от оккупации исторических территорий Азербайджана для осознания всей величины масштаба катастрофы, который был нанесен историческому наследию Азербайджана со стороны агрессора, который полностью хотел истребить следы присутствия хозяев. Мы должны посетить эти земли и увидеть, и передать всему миру, какое горе испытал азербайджанский народ. И чтобы об этом никогда не забывало молодое поколение, очень просим и очень надеемся, что наше желание будет сегодня услышанным. Конечно же, нельзя молчать об очень важной дате, дате, которая касается многих государств и лично еврейского народа напрямую. Это 26 ияра. 8 лет назад, 9 мая 1945 года, был внесен в религиозно-еврейский календарь как 26 ияра, день спасения и освобождения, по инициативе мецената общественного деятеля, президента Международного благотворительного фонда горских евреев, вице-президента Российско-еврейского конгресса Германа Рашпировича Захаряева в 2014 году. Он увековетил еще один шаг на пути к памяти и к благодарности. День спасения и освобождения стал широко отмечаться с 2015 года. По своей сути, это день молитвы и благодарности за спасение евреев от тотального геноцида. Для праздника была выбрана дата 26 ияра, на которой выпала 9 мая 1945 года. Это число входит в число официальных памятных дат Российской Федерации и государственный календарь Израиля. И, конечно же, отмечается Азербайджанская республика тоже. Кто, как нееврейский народ, может помнить и чтить такие даты, как 26 яра и фуджалинскую резню, которая была с 25 по 26 февраля 1992 года. В Худжалы произошли массовые убийства невинного мирного населения, среди которых в основном были женщины, дети и старики. Это является самой кровавой границей в истории всего региона. В чем повинны бандитские формирования и террористические группировки. Под эгидой наших старших молодежная диаспора в русских геях всегда будет напоминать и говорить о таких датах в истории, чтобы напоминать миру о мире. Хочу подчеркнуть, что мы всегда преследуем интересы наших стран и народов. Русско-еврейская молодежь руководствует всегда опытом и советами наших старших лидеров и общественных деятелей. И, конечно же, хочу поблагодарить президента Международного благотворительного фонда угрозных евреевских Мэй Германа Захаряева за то, что под его чутким руководством мы можем собираться не только в России или в Азербайджане, но и во всех уголках мира и обсуждать важные темы, которые стоят на повестке дня. Благодаря ему мы не под черным занавесом. Мы, как народ, который находится в диаспоре, не в стране исхода, ощущаем заботу, как малочисленный народ в лице наших лидеров. По огромному желанию активной социальной и общественной деятельности за все время своего существования молодежное движение «Алис» смогло выйти на новый уровень и осуществить ряд мероприятий совершенно различного характера, а именно праздники, выставки, вечера памяти, круглые столы, культурно-образовательные, спортивные, досуговые мероприятия, вносящие большой вклад в деятельность по сохранению культуры еврейского народа в целом и Азербайджанской республике. Я очень рад, что и к сегодняшнему мероприятию я и наша команда причастны напрямую. Буквально пять дней назад в Азербайджане отмечали День дипломатии. Пять дней, да? Так, пусть все наши дипломатические посылы во благо нашей страны приведут нашу красивую республику к огромному успеху. Огромное спасибо всем присутствующим и поддерживающим наше данное собрание. Это не безразличные люди, для которых важнее всего является мирное небо, справедливость и гуманизм. Напоследок хотел бы сказать, что Азербайджан действительно удивительная страна. Каждый горский еврей, уходя из своей родной, милой Красной Слободы, оставляет там кусочек сердца с надеждой, что он когда-то обратно вернется домой. Огромное небо и, как говорится, Кафказ, Юрусалимы. Это было только один раз, чтобы мы все остались в Азербайджане. Мы все остались в Азербайджане. Мамзар Тайдыров. Сегодня мы говорим, что вы помогли в Азербайджане, а вы помогли, и так далее. Я просто рада, потому что мы говорим, что мы не говорим. И по традиции так у нас сложилось. Я всегда приглашаю всех в Азербайджан, Красную Слободу, те, кто не побывал на нашей родной родине в этих краях, хочу вас пригласить. Хочу, чтобы мир знал об этом уникальном месте. Чтобы спустя столетия Азербайджан был примером толерантности, как и сейчас. Чтобы об этом маленьком, уникальном поселке писали книги и снимали фильмы. Горских евреев всего 200 тысяч по миру. Чуть больше 100 тысяч живут на территории Израиля. 5 тысяч в Франкфурте. Тысячи в Австрии. 25 в Нью-Йорке. 30 тысяч в России. И меньше 10 тысяч в Азербайджане. По крайней мере, так было раньше. Мы всегда готовы быть полезными для своей страны и народа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ